Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. В Самаре начала работу лаборатория по исследованию на коронавирус на базе областного спеццентра. Сколько сейчас зараженных в регионе? Тщательная мойка улиц, дезинфекция парков, скверов и жилых домов. Какие меры принимают городские власти, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции? Трехразовое питание с доставкой на дом. Соцработники в Самаре приносят своим подопечным ланчбоксы с едой. Режим самоизоляции в России продлится до 30 апреля. Об этом в сегодняшнем обращении заявил президент России Владимир Путин. Он рассказал, что минувшая неделя самоизоляции принесла хорошие результаты. Россияне с пониманием отнеслись к принятым мерам. И нужно действовать в том же русле. Напомним, что президент обращается к гражданам России уже во второй раз за последние полтора недели. Подробнее Елена Малютина. По словам президента, нерабочая неделя позволила выиграть время для наращивания ресурсов системы здравоохранения, чтобы эффективно бороться с эпидемией. Президент продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплаты. Если обстановка позволит, выходные могут сократить, заявил глава государства. Владимир Путин отметил, что во всех регионах разная ситуация. Где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений. И губернаторы должны сами решать, насколько строго стоит соблюдать меры в их регионе. По указу президента им будут предоставлены дополнительные полномочия. Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решение о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России. Какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан. Владимир Путин поблагодарил волонтеров и тех, кто исполняет все рекомендации в условиях самоизоляции. Особенно отметил работу медицинского персонала. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат, спасают людей. Предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности. Во время режима самоизоляции по-прежнему будут работать все службы с жизнеобеспечения, органы власти, магазины и аптеки. Президент отметил, что важно сохранить рабочие места и доходы населения. Эффективно стабильно работающая экономика лежит в основе выполнения ключевых задач. Елена Малютина, События. В Самаре начала работу лаборатория по исследованию на коронавирус на базе областного спеццентра. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции. Его накануне возглавил губернатор Дмитрий Азаров. Сколько сейчас зараженных в регионе, а сколько человек вылечились, расскажет наш корреспондент. За первый день работы в лаборатории провели 40 анализов. Все результаты отрицательные. При необходимости специалисты могут работать круглосуточно и проводить до 900 анализов. Сейчас же здесь есть все необходимые расходные материалы и реагенты, чтобы провести 10 тысяч исследований. В начале следующей недели ожидается поставка очередной партии тест-систем. Это позволит врачам провести дополнительно еще 10 тысяч анализов. С 3 апреля мы планируем выполнять уже по 400 исследований ежедневно для Самары, Тольятти, Сызрани и малых городов Самарской области. С 6 апреля мы готовы выйти на полную плановую мощность в связи с тем, что у нас должны поступить тест-системы для постановки 10 тысяч анализов. И в принципе при трехсменном графике работы мы готовы обеспечить обработку 900 проб. Работу лаборатории обсудили на заседании областного оперативного штаба. Его возглавил губернатор Дмитрий Азаров. Своё решение глава региона объяснил усложняющейся в стране обстановкой по коронавирусу. Впрочем, не надо забывать и про людей с другими диагнозами. Пациенты смогут беспрепятственно посещать больницы и поликлиники. Они получат для этого справки. Речь идет о жителях с хроническими заболеваниями, беременных женщинах, которым показаны медицинские процедуры, а также о тех, кому необходимо сдать анализы. Разрешение также выдадут тем, кто осуществляет уход за больными. Получить справку можно будет у лечащего врача. Перед тем, как отправиться в поликлинику, пациентам нужно туда позвонить. Все ведущие медучреждения должны работать в плановом режиме, подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров. Смотрите, у нас онкологический центр. Там, я насколько понимаю, с иммунитетом при этом заболевание еще похуже. Но он работает в полном объеме. А ведущее лечебное учреждение по сердечно-сосудистым заболеваниям мы вводим ограничениями. Я не в полной мере логику здесь понимаю. Хотелось бы, чтобы мы еще раз повнимательнее к этому вернулись. И хотя вот наши ведущие центры, возможно, работали все-таки в плановом режиме. В заседании областного штаба будут идти в формате видеоконференции. За прошедшие сутки в Самарской области зафиксированы еще два случая заболевания коронавирусом. Таким образом, количество подтвержденных случаев в регионе достигло 17. Но в то же время в области ранее заболевшие идут на поправку. Сегодня домой после завершения лечения отправили еще пять человек из Тольятти. Все они находились в городской больнице номер 5. У всех болезнь прошла в легкой форме. Напомню, на этой неделе выписали еще двоих. Мария Левина, Андрей Горгуленко. События. Тщательная мойка улиц, дезинфекция общественных пространств и жилых домов, а также отрегулированная работа общественного транспорта. Эти меры, принятые в Самаре на время общей самоизоляции, обсудили на заседании городского оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Руководители районов доложили главе Самары Елене Лапушкиной о работе с городскими управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК. Им рекомендовано чаще проводить влажную уборку подъездов, а также ежедневно их дезинфицировать. Пока скверы и парки пустуют, их также будут мыть чаще и тщательнее, как и самарские дороги. Специальные шампуни и растворы закуплены с запасом. Скорректированы и работа общественного транспорта. Подвижной состав работает по графику выходного дня. Кондукторы будут также напоминать жителям о том, что без необходимости из дома лучше не выходить. Безусловно, мы контролируем ритмичность транспорта. И в первую очередь это утренние и вечерние часы пик. Но, тем не менее, очень бы хотелось попросить граждан, которые не задействованы сейчас на работе, которые должны находиться дома, все-таки не пользоваться общественным транспортом, а сидеть дома, чтобы была возможность вот этого социального дистанцирования, в том числе и в общественном транспорте. Сотрудники транспортного предприятия выполняют все предписания для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, которые прописаны в постановлении губернатора. Ежедневно с кондукторами и водителями проводится инструктаж. Они обязательно должны находиться в салоне в масках и в перчатках. Подробнее в сюжете Елены Малютиной. На часах 8.00 обычно это час пик, но сейчас в транспорте людей практически нет. Валерий Мусогалеев спешит на работу. При себе справка от работодателя. Меры ввели нужные, я считаю, то, что уменьшили количество социального окружения вокруг людей, которым приходится все-таки работать и ездить на работу. И надеюсь, что эти меры все-таки помогут нам сдержать распространение данной инфекции. Насколько все серьезно и глобально, судить не нам, это разумеется. Но все равно, я думаю, частично нужно ужесточать меры. Потому что все равно часть людей нарушает их. В Самарском общественном транспорте пассажиропоток уменьшился более чем наполовину. Учитывая тот пассажиропоток, который складывается в эту неделю, транспорт в усиленном режиме ходит в утренние часы, с тем, чтобы обеспечить по возможности максимально тот интервал между пассажирами, который прописан в постановлении губернатора. Транспортными предприятиями ежедневно проводится мониторинг пассажиропотока. Исходя из этого, корректируется расписание маршрутов общественного транспорта. Водители и кондукторы через громкоговорители напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции и без необходимости из дома не выходить. Также разъяснительную работу ведет добровольная народная дружина. Здравствуйте. С целью прекращения распространения коронавирусной инфекции на территории Самарской области действует постановление губернатора от 30-го на 30-го, что передвигаться нужно только с стратегом по повредодателям. Это памятка. На данный момент мы занимаемся информированием граждан о режиме самоизоляции, а также о том, что пожилые люди должны оставаться дома, поскольку они находятся в группе риска. Также мы патрулируем на общественных пространствах. У нас там расставлены люди, которые занимаются тоже информированием граждан. Напоминаем, от ответственности жителей зависит, как скоро режим ограничений в регионе закончится. Елена Малютина, Василий Колдашов. События. Чистый город. В Самаре обрабатывают все городские улицы и парки специальным противовирусным средством. За последние три дня обработаны уже 120 городских улиц и два десятка общественных пространств. Особое внимание на остановки и подземные переходы. Мария Левина посмотрела, как проходит дезинфекция. Почти пять десятков специальных машин ежедневно работают на улицах города, проводят дезинфекцию улиц и общественных пространств со специальными средствами. Они обрабатывают парки, скверы и площади. С каждым днем темп работ наращивают. За три дня в Самаре продезинфицировали уже более 120 улиц. В парке Гагарина обрабатывают все дорожки, отдельно проходят по детским площадкам и дезинфицируют лавочки. Люди работают в специальной экипировке. Хотя все парки и скверы Самары закрыты для посещения, иногда жители все же нарушают запрет. Пока здесь не очень многолюдно, пушистые обитатели пользуются моментом и чувствуют себя уверенно. Особое внимание в Самаре уделяют остановкам и подземным переходам. Их обрабатывают каждый день по несколько раз. Заводской шоссе Кирова промышленная часть Самары. Здесь всегда было большое скопление людей. Но сейчас в режиме повышенной готовности большинство организаций закрыли свои двери, а дороги практически опустили. Дезинфекцию проводят специальным противовирусным средством – хлорамином. Его используют по рекомендациям Роспотребнадзора. Обрабатываются напольные покрытия, стены, потолок, лестничные сходы. Важно обработать, чтобы не предотвратить распространение вирусных инфекций. Уборка и дезинфекция самарских улиц не остается незамеченной. Те немногочисленные жители, которые выходят в магазин или аптеку, признают необходимость проводимых мер профилактики. Ну да, все равно с собаками гуляют, как бы никуда от этого не деться. В магазин ходят, и это нормально. А вы видите технику на улице? Вижу. Я живу вот буквально здесь, поэтому да, вижу постоянно. Пока никого нет, пока люди выходят только по надобности. Я думаю, что обязательно дети потом выйдут гулять, и, конечно, и плюс гор чище станет. Профилактические меры затронули основные общественные пространства Самары, пешеходные переходы и территории парков, скверов, набережной. Во главу угла поставлена безопасность каждого жителя города. Мария Елевина, Максим Гусев, События. Осторожно, детская площадка. Роспотребнадзор рекомендовал родителям ограничить пребывание детей на улице. Поэтому в Самаре игровые зоны огородили сигнальными лентами. Также особое внимание чистоте в подъездах. Городской оперативный штаб обратился к управляющим компаниям ТСЖ и ЖСК с предложением усилить санитарную обработку мест общего пользования. Каким результатом это привело, увидела наша съемочная группа. Дезинфицирующим раствором подъезды сотрудники управляющей компании обрабатывают ежедневно. После влажной уборки антисептическим средством покрывают все, с чем могут соприкасаться жильцы. Все как положено моем, обрабатываем. Кнопочки, лестницы или лифты, зеркала, перилки, ящики. Управляющие компанией Самары усилили работу по уборке подъездов по поручению главы города Елены Лапушкиной. Особое внимание уделяют и дворам. В Самаре начали огораживать игровые площадки. На период ограничительных мер, которые введены в регионе, Роспотребнадзор рекомендовал родителям ограничить пребывание малышей на улице. Конечно же, мы натягиваем ленту сигнальную, которая постоянно срывает, но исправляем, чтобы люди не скапливались в одном месте. Меры по нераспространению коронавирусной инфекции в регионе усилены до 5 апреля. Горожанам разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости – в аптеку, в магазин за продуктами или на прогулку с собакой, не дальше 100 метров от дома. На работу можно идти только с подтвержденной работодателем справкой по специальной форме. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Аптеки всегда открыты для самарцев. Сюда приходят не только здоровые люди, поэтому важно позаботиться о дезинфекции. Мария Левина отправилась в одну из самарских аптек и проверила, как там наводят порядок. Наталья Белоусова работает провизором в аптеке уже почти 15 лет. Дело это ответственное. Нужно и выслушать клиентов, и вникнуть, где-то посоветовать. Каждому свой подход, особое внимание. В режиме повышенной готовности провизоры заботятся еще и о чистоте. Наталья рассказывает, людей меньше приходить не стало. Важно обеспечить порядок. Спрашивают противопростудные, жаропонижающие и маски, антисептики. Спрос на маски до сих пор остается. Мы с этим помогаем им справиться. Мы предлагаем им бинты, марлю, чтобы они как-то все равно себя могли обезопасить. Мы меняем перчатки по мере необходимости, ну раз в час. Провизоры пользуются антисептиком. Кассы и полочки рядом с ними, а также дверные ручки обрабатывают каждые два часа. Делают это специальным противовирусным средством. Для контроля завели журнал, в котором фиксируют конкретное время уборки. За этим строго следят. Аптека такой через день, где обязательно надо все проводить, дезинфекцию. И как вы сами сказали, что сюда люди приходят здоровые и нездоровые. Так что, в общем-то, это надо делать обязательно. Все происходит, все под контролем. Подходы к кассам разграничены на полутораметровые дистанции. В связи с новым режимом рабочий день в аптеке не сократился. Мария Левина, Константин Головин. События. В Самаре следят за соблюдением усиленного режима самоизоляции. Нарушителей задерживают полиция и сотрудники ГИБДД. В один из рейдов отправилась и наша съемочная группа. Елена Малютина расскажет, что заставляет самарцев пренебрегать своим здоровьем и нарушать режим. В курсе, что у нас сейчас введен, самоизоляция введена. Говорит, введенные в регионе меры по самоизоляции эффективны. Думаю, да, нужны. Более того, посты бы я установил. Но вы же сами не дома. Я врач, я по долгу службы. У меня работа здесь рядом. Сотрудники ГИБДД рассказывают об ограничительных мерах, которые были введены губернатором Дмитрием Азаровым и обязательны к соблюдению. Каждому из водителей придется обосновать, зачем он выехал из дома. А в данный момент куда направляетесь? Мама ввезет с работой. С работой, да? Постановление правительства Российской Федерации слышали, да, что надо находиться дома. Потому что маму лучше не в общественном транспорте, я сама привезу, отвезу. А мама почему не дома? А мама теперь едет домой на карантине, все. Нужны. Почему? Чтобы люди все-таки сидели дома, не гуляли. А в данный момент какой полиции есть? В Ирошевске. В Ирошевске? Проблемы в базу? Да, после операции. В курсе, что у нас карантин в России идет? Ну да, да. Постановление правительства знаете? Да. То есть сейчас в больнице и домой? Да, сейчас обратно домой. А в данный момент куда едете? В больницу. В больницу и идете? Кого-то возвращают домой, а кому-то приходится закрыть торговые точки. Патрули полиции выявляют недобросовестных предпринимателей. Необходимо прекратить торговую деятельность. Среди с коронавирусом. Будем, будем прекращаться. Прямо сейчас. Хорошо сейчас закроем. Во время усиленного режима самоизоляции имеют право работать организации, обеспечивающие население продовольствием, лекарствами, товарами первой необходимости, а также медицинские учреждения, промышленные предприятия, где ведется непрерывная работа, средства массовой информации, органы власти и другие. Елена Малютина, События. Трехразовое питание с доставкой на дом. Волонтеры и соцработники в Самаре начали приносить своим подопечным специальные ланчбоксы с едой. Эта мера принята, чтобы люди, находящиеся в группе риска, лишний раз не выходили из дома и не подвергали свое здоровье опасности. Кто еще может рассчитывать на дополнительную поддержку, узнала Лариса Шалафаст. Я вот иду, несу вам бесплатный продуктовый набор. В гости не с пустыми руками. Соцработники приходят к своим подопечным с наборами еды. В боксах сбалансированное трехразовое питание. Им в первую очередь обеспечивают пожилых людей, потому что именно они находятся в зоне риска заражения новым коронавирусом. Они нас всегда ждут, очень радостные, довольные. И они нам как родные. Посещают пожилых людей и волонтеры, соблюдая все нормы безопасности. Носят перчатки и маски, в квартиру не проходят, при общении соблюдают дистанцию. Мы, волонтеры, занимаемся исключительно тем, что помогаем именно продуктам, приносим продукты. Либо есть еще второй вариант, но это такой, знаете, больше эмоциональной разрядки. Можем, правда, дистанционно по телефону, либо по видеосвязи, если пообщаться. Наборы с едой в Самаре получили около полутора тысяч человек. Продуктовые боксы готовят в производственном цехе Самарского аэропорта. Затем развозят в центры соцобслуживания пяти районов, где их распределяют по конкретным адресам. Мы получили около 500 блюд бесплатного трехразового питания. Это завтраки, обеды и ужины. То есть за всех своих получателей социальных услуг, нуждающихся в данной помощи, мы можем обеспечить полноценным горячим питанием. Эта дополнительная поддержка оказывается одиноким пожилым людям, которые стоят на учете соцобслуживания, а также многодетным и малообеспеченным семьям, которые находятся на карантине. Лариса Шлафаст, События. Жители Испании вот уже две недели живут на карантине. В том числе и выходец из Самары Александр Каретный. Последние пять лет он проживает в Валенсии и рассказал нашему телеканалу, какая сейчас в этом городе обстановка. Привет землякам из славного города Валенсии, из чудесной страны Испании. Мы уже две недели как на карантине. Вот внизу вы видите улица, в обычное время достаточно оживленная. Но сейчас на ней нету никаких людей, ни машин не ездят, ничего. Одинокий прохожий с собакой, потому что с собакой гулять можно. И можно ходить в магазины, в аптеки. Сегодня с утра, впрочем, как и все предыдущие дни, и как и в ближайшие две недели, в Валенсии прошел дождь. Это сделано специально для того, чтобы людям было не так обидно, что нельзя выходить на улицу. А в Мадриде, где просто ужасающие случаи количества коронавируса, даже вчера прошел снег, чтобы уж точно никто на улицу не выходил. Ну и, кроме того, очень удобно, потому что в дождь можно всегда добавить немножко реагентов, чтобы они смыли и дезинфицировали улицы и дома. Я сейчас в маске, не знаю, как меня слышно. Вот, как вы видите, магазин работает по слегка укороченной программе, обычно он работает до 10, и правила того поведения в магазинах просят находиться на большом расстоянии друг от друга, ходить по одному, использовать перчатки, платить тархетой. На входе еще одно объявление, просят быть на расстоянии 2 метра, и лежат перчатки, чтобы их одеть, и ходить в перчатки. По-прежнему висят ноги, есть сыры, есть колбасы в продаже, в общем, всего достаточно много. Вот опять ноги хамона. Вот так же работает доставка, и соседям что-то привезли у нас. Ну, в общем, народу достаточно мало. Вот люди гуляют с собаками, а у нашей собаки от скуки покраснел хвостик. Луна. Луна. Актеры Самарского драмтеатра не упустили возможность пошутить и порадовать своего зрителя. Они уже соскучились по публике и сняли видеокапустник, в котором показали, что жизнь в театре не останавливается, несмотря ни на что. О съемках и неожиданных амплуа любимых артистов расскажет Мария Левина. Пока театры временно закрыли двери для посетителей, актеры Самарской драмы решили показать самарцам, что в период самоизоляции, репетиций и жизнь в храме искусства не останавливается ни на минуту. Для этого сняли ролик. Это своего рода видеокапустник, говорит Денис Евневич. Я ребят собрал, сказал, что есть такая идея, никого не заставляю, кто хочет, те пожалуйста, кто не хочет, пожалуйста, идите домой, никого не заставлялся. С радостью откликнулись. Этот ролик мы решили сделать, конечно, прежде всего для зрителей, так как подходил день театра, и было понятно, что театры уже все будут закрыты. Мы решили хотя бы такой подарок сделать для зрителя, снять им такой шуточный клип. Сняли сами ловкость рук и никакого мошенничества. Фантазия работала экспромтом прямо на площадке. Участвовали все. Вначале появилась ты. Народная артистка России Жанна Романенко с удовольствием отозвалась на призыв и попробовала себя в совсем неожиданном амплуа. Семь часов съемок на фотоаппарат и еще чуть больше тринадцати монтаж. Создавать видеоподарок было не менее интересно, чем снимать. Все время монтажа актеры провели без перерыва. Артисты признаются, что уже успели соскучиться по публике и с нетерпением ждут новые встречи. Мария Левина, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин